Здравствуйте! С вами Ефименко Наталья Юрьевна, специалист по травмам, коллекционер народных методов лечения. И я нахожусь в магазине Вершках и Корешках, на втором этаже, в Академгородке. Достаточно известный магазин, торгующий товарами эконаправленности. И вот сейчас я сформировала тут группу из Тупинамбура, то есть это вот солнечный желтый цветок. Вот, чем же он может нам помочь? В общем-то, здесь вот у нас и мука, и цукатики, и сиропик из Тупинамбура. Ну, Тупинамбур очень интересное растение, и в нём полезно всё. Я как травник, в общем-то, пользуюсь Тупинамбуром достаточно широко. Из листьев Тупинамбура, из цветков можно заваривать в чай, а можно делать в ванны. Они очень хороши при варикозах и при других вот суставных болезнях, они снимают отёки. Самими жёсткими листьями Тупинамбура очень хорошо отмываются посуды на даче. Но самая главная ценность у Тупинамбура, конечно, находится под землёй, его клубни. Клубни, они так и могут там и храниться. В общем-то, зима пройдёт, и вы весной спокойненько можете их нарыть, можете осенью. Единственный минус у Тупинамбура, что он не хранится, как картошка у нас под пыли, а так вот так все накапывали и хранили. Поэтому Тупинамбур обычно перерабатывают. Ну, в частности, вот порошок с клетчаткой из Тупинамбура. Тупинамбур содержит достаточно большое количество инулина. Инулина – это растительный аналог инсулина. И поэтому, если вы добавите растительный аналог инсулина, то, в общем-то, организм точно так же среагирует, как на инсулину. И он понизит уровень сахара. Ну, и сам по себе Тупинамбур не бесполезен, то есть он обладает широким минеральным спектром. Там очень много полезных микроэлементов. И Тупинамбур, он приятен сам по себе на вкус. Если все остальные лекарства, ну, по крайней мере, многие, они либо горькие, либо неприятные, то вот сироп из Тупинамбура, он меня просто поразил. Конечно, изготовить самостоятельно сироп Тупинамбура, ну, достаточно сложно технологически. Это нужно большое количество клубней Тупинамбура помыть хорошо, почистить, перекрутить и выжать сок. А дальше этот сок сгущать. Сгущать вот до состояния сиропа. Ни сахар, ничего такого сгущающего, ты его туда не добавляете. И вот получается, вот данный сиропик, он прозрачный, он обладает просто сладким вкусом, без солодкого такого, там, привкуса, без привкуса, там, еще какую-то свеклу недоделанную, или еще там что-то. То есть это просто сахар, там, им можно вот посыпать любую кашку. И он, вот этот сироп из Тупинамбура, он не задерет вам сахар. То есть его организм не воспринимает как сахарную составляющую. Вот, поэтому Тупинамбур, он неплохо в качестве перекусов для диабетиков. Поэтому цукаты из Тупинамбура, это вот, в общем-то, будет то, что не задерет сахар, но, в общем-то, восстановит ваши силы. И самостоятельное изготовление, то есть вот сушка в духовке, может быть, это очень напряженно, поэтому производители давно об этом уже побеспокоились. Продукции из Тупинамбура очень много. Мне нравятся лично сиропы, мне нравится вот то, что с клетчаткой, то, что можно добавлять в разнообразные йогурты. И, в общем-то, цукаты можно спокойненько употреблять в дороге, пока едем. А мы, когда выдвигаемся на Алтай, у нас постоянно что-то находится для того, чтобы поживать в дороге. Так вот, цукаты из Тупинамбура, это у нас, наверное, must-health, это что-то вот такое, вот номер один. Поэтому обращайте внимание на такой ярко-желтый цветок, когда он находится в полях где-то, обращайте внимание на Тупинамбур, когда вам его продают бабушки в клубнях, и обращайте внимание на Тупинамбур, когда вы видите его в сиропе, в цукатах, либо в порошке. Он очень вам поможет.